Ты нас собираешь, как птица-тенцов Ты нас собираешь, как птица-тенцов Ты нас защищаешь от наших врагов Твое царство пребывает во веки веков Свят! Свят! Господь-Саворон Свят! Господь-Саворон Свят! Свят! Господь! Победит тебя, как вон он Свят! Господь-Саворон Свят! Господь-Саворон Свят! Абелуйя! Он Свят! Господь! Свят! Мы воздаём тебе честь Мы воздаём тебе славу Мы воздаём тебе славу Мы воздаём тебя наш Бог Мы возносим тебя Ты достойно славе Ты достойно честь Ты великий Бог Поглоняемся тебе Свят, свят Господь самого, И вся земля полна славы, Господь. Свят, свят Господь самого, Рука Твоя не сократилась сегодня. Свят, свят Господь самого, И вся земля полна славы, Господь. Свят, свят Господь самого, Рука Твоя не сократилась сегодня. Свят, свят Господь самого, И вся земля полна славы, Господь. И свят, свят Господь, Слава Богу, рука Твоя. Господь и обещал благословить эту землю, и обещал Господь прославиться на этой земле, и обещал свернуть Украину духовной крепной жительницей. Ты святой Господь, и верный Своему Славу, и обещал святой Господь, и обещал святой Господь. Господь, Слава Богу, святой Господь, и обещал святой Господь, Слава Богу. Святой, святой, святой Господь, Богу, Слава Богу, Богу, Господь всемогущий, слава и хвала Тебе, Боже всемогущий, слава и хвала. Боже всемогущий, блин, филиал, молитв сегодня с нашего собрания. Боже, здесь Ты великий Бог среди народа Своих. собрались мы во имя Твое, во имя Иисуса Христа. Боже, и Ты сказал двое или трое, собранное во имя Мое, так и я посвятил. И Ты действительно здесь сейчас, ангелы Твоих святые сейчас здесь служат народу Твоему. Боже, благодарю Тебя за великую благодать, благодарю Тебя, Господь, что Ты сейчас здесь. Ты в наших сердцах и Ты среди нас. Слава Тебе, слава Тебе и Бога. Благослови нас, наш драгоценный учитель, наш наставник. Учи, наставляй сегодня нас, потому что без Тебя мы ничего не сможем сделать доброго, хорошего, но с Тобою сможем сделать все. Боже, благослови Кривой Рог, благослови Господь Кривас, пробуди Господь область Европетровскую Божию всю Украину. Благослови сегодня по богатой своей милости в это время, реформацию в это время, обновления, благослови народства и миром. И скажем так, друзья, давайте. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Иисус Христос. Иисус Христос. Еще раз скажем так, никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Иисус Христос. Иисус Христос. Иисус Христос. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты основание непоколебимое, основание правдочное, вечное, истинное. Боже, благодарю Тебя, что наши стопы, наши ноги стоят там, в великом камне, непоколебимое основание. Спасибо Тебе. Спасибо, Тебе, как и нацелуй, наш Бог и Царь. Спасибо. Братья и сестры, благословляю вас во имя Господня, во имя Иисуса Христа. Пожалуйста, присадуйтесь, друзья. Братья и сестры, спасибо Певчим, Мусиканту, спасибо братьям и сестрам. Добрый день, братья и сестры, дорогие друзья. Приветствую всех вас именем Господнем. Я очень рад эту неделю быть с вами здесь, в прямом роге. Вчера завершался семинар, который посвятил я такому освобождению душ от пут религиозного мракобесия, религиозного оккультизма. И кто был на семинаре вчера, позавчера, 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 не так много людей, друзья, дорогие, все писалось на видео и на ютубе есть, поэтому можете посмотреть уже. Так что даже рекомендую настоятельно просмотреть материалы, там достаточно свидетельствовал в основном, как раз свидетельствовал я из своей жизни, из истории христианства. Так и назвали семинар. Осторожно, оккультизм, да, или там, религиозный оккультизм, религиозный оккультизм. И я как специалист в этой области религиозного оккультизма, специалист по освобождению от религиозного оккультизма, у каждого своя какая-то специализация в селе Господню. Вот, и чаще всего, почти всегда, 99% из всех случаев, это чаще всего то, что ты сам прошел опытно в своей жизни. И это удивительно. То есть наш негативный опыт определенный жизненный, Бог, когда мы во Христе Иисусе, Он каким-то удивительным образом превращает в позитивный. Он каким-то удивительным образом, Он обращает во благо, вообще любящим Господа, Бога, да, призванным по Его изволению, все обращается каким-то удивительным образом. И прошлое, и настоящее, во благо и будущее. Удивительно. Даже негативный опыт. Поэтому иногда было так вот, бывало и бывает, пожалеет, что в жизни было что-то там такое нехорошее, неправильное, ошибки какие-то, а потом думаешь, да нет, все же Бог обращает во благо на самом деле. И самое великое благо, какое я вижу в жизни верующих, в судьбе верующих, в своей судьбе, в судьбах верующих, миллионов и миллионов людей, это когда мы поражаем противника кровью Агнца, подкрепляя это словом свидетельства своего, говоря о том, что Бог совершил в нашей жизни огромный финансовый долг, к примеру, да, вот. И потом Бог обращает во благо. Сегодня те утешения, которые Бог утешает, мы можем утешать других людей. Прошел там зависимость, алкоголь, блуд, наркотик, что-то еще. Бог во благо обращает таким образом. Теперь тем освобождением мы делимся с людьми, тем утешением, что Бог утешил нас, показываем людям избавление и являем Христа в этом направлении. Я был в эти дни в центрах реабилитации и в Латовке, да, и сел в Бог. Слава Богу, очень понравились мне эти собрания, понравились своей простотой, вот, своей, казалось бы, обутенностью, но в этой простоте величии Бога. Потому что Бог, Он не просто в больших хоральных, там, кафедральных служениях, Бог великий и в малом, совершенно в малом. И порой в малом, когда Он велик, то это, ну, скажу так, просто завораживает по-хорошему, это просто восхищает. И когда Бог показывал, тоже в эти дни, вот, понедельник, вторник, общаясь с братьями, я, ну, я делился, конечно, новым и слушал, безусловно. Хотя меньше слушал, так получилось, надо было больше говорить. Я вообще люблю слушать по жизни. Вот, но то, что я услышал и то, что я увидел, для меня это было как раз свидетельство славы Божьей. Свидетельство, действительно, силы Божьей. Люди освобождаются, освобождаются из рабства, выходят на свободу. Выходят на свободу. И как вот тот древний исход мы читаем, пожалуйста, в Библии, читаем об исходе из Египта. Да, каждый год мы это вспоминаем на Пасху. Наша Пасха новозаветная, это Сам Иисус Христос. Тогда, в древности, там, 3331 год назад, был Моисей. Был Моисей, и Бог совершил через него великий исход. Из царства тьмы в царство света, в землю обетованное, из дома рабства в дом Божий. Дом Бога. Удивительно, конечно, великий исход. И, конечно, кто-то поверил Моисею, кто-то не поверил в кино, обычно, там, или в мультиках, там, вот, значит, когда показывают, допустим, да, к детьми тоже смотрю, пожалуйста, хороший мультфильм, да, значит, да, все, вот, получается, евреи вышли из Египта. Но жизнь, она, это не мультик, это не кино. Жизнь, есть жизнь. И Библия нам рассказывает, что не все так было гладко, конечно, во время исхода. И далеко не все поверили Моисею, знаете ли, есть древнее такое еврейское предание, которое стало на сегодняшний день уже историческим фактом, потому что археология подтвердила полностью уже еще в конце 19-го и в 20-м столетии истинность этого предания. А до конца 19-го века это было лишь, вот, доброе, такое древнее еврейское предание, что далеко не все евреи послушались Моисея и далеко не все вышли из Египта. Согласно тому преданию, как минимум треть, одна треть всех евреев так и осталась в Египте, так и осталась под властью фараоновой. Даже после всех казней и чудес, какие свершились там. Ожесточилась святую человеческая. И археологи на самом деле нашли этому подтверждение. Нашли следы огромного еврейского присутствия и после, датированное временем, после Великого Исхода. Это поколение, два даже поколения, говорят, евреев, их потомков, сынов Иакова, проживали в земле египетской. Далеко не все вышли. Одна версия была древним этому преданию, что одна треть осталась там в Египте, отпала неверием. Но то же предание говорит нам о хорошем очень. Есть еще и хорошая часть. Есть плохая новость, но есть и хорошая новость. Хорошая новость в том, в этом же предании говорится, имеющая частично библейское даже подтверждение тому, что за место отпадших природных ветвей, отпадших неверием ветвей, люди с ветвями сравнивали себя в древности тоже, и в новозаветную эру также сравниваются с ветвями. Так вот, за место отпадших неверием природных ветвей, Бог привил с разных ветвей, диких ветвей, с разных народов, привил людей к древу спасения. Великий Георг совершился, сверхъестественный, с разных народов, проживавших в Египте. А в Египте, друзья, проживало народу немерено. Там проживало много народу. Там проживали не только природные египтяне. Там проживали разные люди, разных племен, разных народов. Приходили туда и поселялись там. Города, мегаполис тогдашние, рынки, торговые пути привлекали очень большое количество людей. И там, как некогда в Вавилонии, Вавилон, Шумер, Акадо, в древних городах, в Египте, перенявшем эстафету в Вавилонии, также поселялись разные народы. И помните, да, сыны Иакова также поселились там. Тоже не от хорошей жизни туда пришли евреи. Голод не тетка, знаете ли. И хотя не было совершенной воли Божьей, чтобы жили мы в Египте, но так получилось, что пришли в Египет. И поначалу все было хорошо. Египет мягко стелил, но потом было жестко спать. Сыр, он бесплатный, красиво смотрится, да. Но забываем мы, что это мышеловка захлопывается рано или поздно. И Египет однажды захлопнулся, на 400 лет беды, знаете ли, было. Но рукою крепкую, мышцей простертую Бог вывел из земли египетской. Вывел, и это произошло, да, как раз в те годы. 3331 год тому назад. Сегодня, кстати, Новый год. Поздравляю вас. Сегодня, ну, по гражданскому календарю у нас сегодня 6 апреля 2019 года. Вот, а по библейскому, кто обратил внимание, если, допустим, вы ночью выходили, смотрели на серп, зарождающийся месяц. Да, сегодня первое число, да, сегодня Новомесячье первое число месяца Нисам. Месяца Авиф, еще называется в Библии этот месяц. Авиф это очень красивое название. Ну, буквально, по-русски, Авиф это весна, цветущая, как бы, бьющий ключом жизнь, как бы, Авиф. Авиф, и так есть приставка Ав, это отец, отец. Слава Богу. И Нисам, это халдейское название, но оно в Библии тоже есть. Месяц Нисам называется, месяц Авиф. И вот сегодня первое число, и накануне исхода нашего из Египта Бог повелел, месяц сей, да будет у вас начало месяца года. Вот, и в буквальном тексте Иврита там говорит, в синодальном не совсем понятно, в оригинальном тексте говорится, что исчисление месяцев и лет, пусть будет как раз этот день у вас, это время, этот месяц. Вот, и поэтому по традиции древней, такой еврейский, ведем исчисление лет от нашего пра-пра-пра-пра-пра общего, прабатюшки нашего, да, Адама, праотца и нашей праматушки Евы, от наших пращуров. И, в общем-то, любой гражданин ныне может с Библией в руках, с карандашиком проверить. Да, прошло не так много лет, как нам в школах говорили, гомо сапиенс на этой земле, всего лишь 5779 лет с половиной. В общем-то, не так-то и много, неполных 6000 лет мы на этой планете. Но от нашего исхода сегодня исполнилось, вчера вечером и сегодня утром исполнилось, 3331 год. Вот, и в полнолунии этого месяца наблюдается каждый день, каждую ночь луна будет расти, месяц будет расти, расти, расти. И вот, само полнолуние, ну, в Украине оно красиво, оно красиво в Украине, на самом деле, но не так, как на востоке, там, на юге. Дело в том, что, вот, полнолуние Ниссана, вот, предыдущего месяца, также завершившегося вчера, вот, Адара, или, понимаешь, фанатарский Айдара месяца. Значит, вот, и месяц полнолунии Ниссана, оно самое яркое вообще. Оно такое яркое, что в тех краях, в Израиле, значит, в Египте, хоть я себе почитаю ночью, намного ярче, чем «Белые ночи» знаменитые петербуржские. Кто был в Питере, на «Белой ночах», те знают, о чем я говорю. Я очень люблю Питер, Петра творения, обожаю, часто молюсь, благоставляю, служу вам Словом Божьим. Вот, и, знаете, друзья, но на Востоке, именно полнолуние этого весеннего месяца, Абива, Ниссана является самым ярким в году. Как днем, как среди бела дня. И мудрецы говорили в древности, что Бог захотел вывести из рабства в самое яркое время такое, чтобы и ночью было светло, чтобы мы шли, и не в темноте, буквально, а шли, чтобы действительно и радовались во свете. Вот, и сегодня, на самом деле, да, мы вышли на финишную прямую, ближнется Пасха, и воспоминания нашего избавления, полнолуние месяца Ниссан в этом году, вот, 19-го, получается, и 20-го апреля. Соответственно, это библейское исчисление будут 14-15 числа, месяца Ниссан, месяца Абив. Вот, и, но в Новом Завете говорится, что наша Пасха, это не просто даже выход из Египта, воспоминания. И это не только какие-то обряды традиции, это не просто даже воспоминания того, что было когда-то. Это сам Иисус Христос. Пасха наша Христос. Потому что тогда был Моисей, в те далекие времена, слава Богу за Моисея, потрудился пророк, он стал спасителем для своего поколения людей. Но, сегодня, друзья, Иисус Христос. И это не только вчерашний день, это день сегодняшний, сейчасшний. И это день завтрашний. Поэтому Пасха для нас, это сам Иисус Христос, который и был, и есть, и вновь ведет. Для нас это не просто воспоминания о прошлом, но это и воспоминания о будущем. «Гляди, Господи Иисусе». Так завершается Библия вообще, наша Библия с вами. Завершаются такими прекрасными словами. И Дух, и Невеста говорят одно и то же. «Возвращайся, Господь Иисус». И вот это местное списание, которое мы вместе так провозгласили, это в 1 Коринфянам, оно есть, в 3 главе, в 11 стихе. Там записано следующее. 1 Коринфянам 3.11. То, что мы провозгласили, вы повторили эти слова за мной следом, после завершения песни. 1 Коринфянам 3.11. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Аминь. Иисус Христос. Основание, фундамент. И он, фундамент является на самом деле непоколимый, верный, вечный. Фундамент, камень драгоценный. Да, отвергнутый некогда строителями, но ставший главой угла. От Господа это было, это дивно, и до сих пор это, удивительно, в очах наших. Слава Богу. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Тогда при Моисее, больше 3000 лет прошло, во времена Моисея нельзя было там, допустим, собраться как-то отдельным отрядом, допустим, избрать своего вожака и сказать, а мы сделаем исход сами. Мы пройдем своим путем. И пойти, в общем-то, на свой страх и риск, на свободу выйти. В общем-то, это путешествие было бы недолгим. И оно никогда бы не смогло бы завершиться успешно. Знаете ли, потому что Моисей не был избираем человеками, не от человеков это было. Это было свыше от Бога. И Моисей был, Моисей был не таким уже и молодым человеком, как его в фильмах показывают, там в мультиках рисуют. Ему было уже 80, уже человек был уже, ну, зрелого возраста. 80 лет ему было уже. Да, мужчина в полном расцвете сил. Значит, да, он был крепким мужчиной, здоровым, крепким человеком. В Грузии у нас церковь в Руставе, тоже нашего праздника, такого реформаторского, православного. И вот предпоследний раз в Руставе, там, когда был, мы общались с одним священнослужителем. Один из старейших священнослужителей Грузии, значит, митрополит Христофор Целомаидзе. Значит, ему почти 100 лет. Ему далеко за 90, почти 100 лет. Вот, но, когда я с ним познакомился, он пожал мне руку. Потом, аж, надо немного так, чтобы прийти в себя. Отнимение, вот это ручище. Здоровый мужик, вот, почти 100 лет, но схватил так, что и не выигрышся вообще. Борец, настоящий борец вообще, молодец, конечно. Пешком на гору ходил плавиться. Вообще, вот это, на эту гору молодой запахаешься, на полпути запахаешься идти. Знаете ли, а он идет себе, идет, молится еще, идет. Вот это, да, думаю. Да, здесь не спишешь просто на горный воздух и на экопродукты. Здесь что-то другое еще, дамы и господа. Вот, и когда я пообщался с ним, действительно, стал понимать, вот, человек любит Бога. Очень искренне и так чутко любит Бога, любит Иисуса Христа. Вот, и, знаете ли, и в старости сочный и плодовитый человек. И я как раз после разговора с Медведом Христофором, то он, значит, он мне благословил, тоже, значит, поддержал так вообще здорово. Слава Богу. Не так часто из традиционных православных священнослужителей меня кто-то поддерживает, честно говоря. За эти годы, за эти 20 лет, не так много, я могу назвать, лишь единичные случаи, когда кто-то из священнослужителей поддерживал меня в моем таком труде, реформаторском, православном, евангельском труде. Потому что, да, кто не знает, я являюсь реформатором, обновленцем. Вот именно мой труд, евангельское, такое православное движение. До 96-го года я был традиционным православным священником русской православной церкви, московской, подряд-хата. В общем-то, я не думал о никакой реформе, да и в таких собраниях я не бывал раньше. До 96-го года я считал, что правильная церковь, ну, единственная верная церковь, это наша, как бы, я, ну, православная церковь, в смысле. Вот, и для меня такие собрания были бы просто, ну, сетки какой-то там, и я, в общем-то, не бывал никогда раньше в таких собраниях. А в 96-м, вот так, дошел до жизни такой, как бачу, мне говорили некоторые, и спрашивали, а как же это дошло до жизни такой? Я говорю, ну, одним словом описать Библия, двумя словами, Слово Божье. Также, как на семинаре я говорил, местные списания из Иоанна, 8.32, написано, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Вот, действительно, истина освобождает. Я-то думал, грешным делом прежде, что Дух Святой, Он дышит лишь у нас, лишь в нашей православной церкви. Но я не думал, даже не подозревал, что Дух Божий может дышать где-то, где Он сам хочет. Вот, действительно, Он дышит где хочет. Это личность, это не просто энергетика какая, знаете ли, это не просто сила, это личность. Самое удивительное ныне здесь, на этой планете, личность. Дух Святым, все это было создаваемо, формируемо. Дух Божий носился на бездну и нет, когда здесь все только еще, ну, нас никого в помине не было еще. Все еще только-только еще создавалось. И ныне, и ныне Он здесь. И Он, Дух Божий, наполняет нас. Дух Божий совершает свое деяние своим. Здесь удивительно прославляет имя Иисуса. Вот, там, где славится имя Иисуса, там без Духа Божьего никак не будет. Он там, в общем-то. Вот, никто не может Господство Иисуса Христа в своей жизни провозносить только лишь Духом Святым. Принять Иисуса Господином Своим, Царем Своим, Спасителем Своим. Вот, сегодня из присутствующих, или может кто-то там подключился еще, кто примет, если, кто еще не принял жизнь вечную, если вы еще не знаете, спасены были или не спасены, то сегодня вам повезло, что вы можете прямо сейчас принять Спасителем Иисуса Христа, Господа Своего, как Спасителя Своего исповедовать, принять жизнь вечную. Написано, что возметие за грех смерть, в этом понятно, в принципе, всем более или менее. Но дальше написано, что жизнь вечная, это дар Бога, дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашему. Слава Богу всемогущему. Вот, и действительно, истинно освобождают. И в 96-м я убедился на основании Слова Божьего, на основании общений, на основании многих вещей тоже. Но, в первую очередь, на основании Слова Божьего, что действительно никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое Иисус Христос. Одно основание. Да, еще написано там в 12-м стихе, там 1 Коринфянам 3.12, что там разные строительные материалы люди используют. Согласен. И тогда, и сейчас я понимаю, что люди по-разному строят-то. Знаете, это как камень драгоценный, да? Но кто-то на нем строит шалашики какие-то, сено, солома, как раньше в царской было России в армии, да, таких из крестьянства солдат звали как сено-солома. Они левый и правый не понимали, привязывали здесь сено, здесь солома. И офицер командовал сено-солома, сено-солома, сено-солома. Ну, так и пошло. Вот, значит, неграмотный мужик лапает их солдатом, забрели, ну, сено-солома, одним словом. Вот, значит, и кто-то строит, да, сено-солома. Кто-то из дерева строит, знаете ли, да, на этом камне драгоценном, ну, так, какую-то химарку построил себе. Вот, а кто-то строит из, там, золота, серебра, ну, уже как бы что-то уже. Вот, а кто-то из камней драгоценных. Написано, что все, что мы строим, оно обнаружится, где не покажут, все будет испытано огнем. Из всего перечисленного лишь камни драгоценные не боятся, не страшатся вот этого испытания огнем. И поэтому я так восстуждаю, что, как написано здесь, у кого дело, которое он строил, 14 стих написано, «Устоит, тот получит награду». А кто получит награду, получается? Кто строит не просто на правильном основании, на камне драгоценном, на Иисусе Христе, но строит и камнями драгоценными. То бишь, каким образом? Вникая в себя и в учение, занимаясь этим постоянно, беря строительные материалы из Слова Божьего, строит свое христианство, строит свою жизнь. Вот, и тогда действительно не страшны эти будут испытания. Тогда получит награду человек еще, знаете ли, тогда не переплавки всякие, что еще, или не пожарящие, не пепелищие. А написано дальше, в 15 стихе, «О, у кого дело сгорит, тот потерпит урон». Впрочем, написано, да, сам спасется, но так как бы изо дня. Ну, погорельцы, христиане. Божьей частью, как бы, да, вот есть такое, есть такое. Но, конечно же, да, вечности человек спасен, если, например, он принял Христа, как своего Господа, Спасителя. Но представляете, какое, ну, у людей, какой стресс у человека, он всю жизнь там, значит, промучился, а оказалось, он мог бы реализовать таланты, которые Бог ему дал. Оказывается, могло бы быть совершенно по-другому в жизни вообще. Оказывается, так, как рассказывают, уже не раз мы рассказывали все такие вещи. Про одного человека описали как-то тоже, что он путешествовал на последние деньги. Билет у него был куда-то в Америку, что ли. Ну, там, что-то он долго плыл, там, неделю-две, там, сколько там будет было путешествия. Короче, плыл на корабле. Вот, значит, и у него был-то какой-то там тормозок с собой, но он все дни эти голодал, потому что у него не было денег на еду. Вот, все ходили там, кушали в этот ресторанчик там на корабли. А он, значит, ну, поезд все ту же и ту же затягивал. Ну, и решил уже, вот уже скоро уже объявили, остается там последний денек, скоро будет порт прибытия. Ну, как бы, ну, тормозок свой, как бы, открыл там. Вот, надо как-то там в столовую взять там что-то там, вот, может, там, ну, что-то, ложку там или что-то еще надо было дать ему. Он зашел, значит, поинтересовался. А я говорю, пожалуйста, проходите, кушайте. А что? Оказывается, все обеды, завтраки, обеды и ужины, все включено. Стоимость билетов. А он там уже руки дрожат уже от голода, уже все уже. Чуть контрасти не хватило его там на кораблету. А оказывается, он мог бы кушать там и утром, и в обед, и вечером. Оказывается, тьфуууууу. Здравствуй, Нью-Йорк. Ну, урок на всю жизнь, конечно, для этого путешественника. И вот примерно вот эту историю, когда рассказывал, но еще были другие похожие истории. Значит, даже вот, как говорят садки, да, тоже похожие истории бывали, когда попадали на запад, значит, А там тоже на пароме все было включено, но не неделю, там, ну, денек, пару деньков братья постились вынужденно экономить, у них не было ничего. А там, кажется, все включено тоже было. С Ленинграда, когда выплывали, вот еще, на конце все было включено. Они там, потом уже такое, уже там где-то, они были там, Норвегия или где-то там, Швеция, им объяснили, да вы что, если бы мы знали бы, мы бы и поели бы, и подокусывали бы, и вообще. А это как бы несолнухлебавшие, да, как говорится, пожнем капиталистов. А здесь, значит, вот остались несолнухлебавшие. Вот представьте себе, оказывается, все включено, когда мы принимаем Господа Спасителем Своим, Иисуса Христа, когда мы принимаем Его как своего Искупителя. И вообще, оказывается, в этом все включено, в жизнь человеческую. И важно это как бы активизировать, важно это реализовать. И это важно даже, ну и для Господа, конечно, но в первую голову для нас самих, для людей, я так рассуждаю. Вот, и пусть Бог благослови нас в этом. Пусть среди нас меньше будет, или вообще не будет, христиан-погорельцев, знаете ли, бедные сиры, ты нет, нет, пусть среди нас будут только те христиане, что получают награду. Вот, знаете ли, получают награду. Вот, что добрый, верный раб, строил хорошо, молодец. Вот, значит, да, и награду еще получишь. Вот, но награды опять-таки, не чтобы мы там ходили на небесах, там, значит, и перед армиями, там, медальами сверкали. Друг перед другом, там, знаете ли, за взятие, там, значит, там, кривого рога, там, пробуждение крем-пасам, что-то еще там. Значит, да, значит, медалья хорошо, но в Библии описывается, что все это мы сложим однажды к ногам Господа. Все эти венцы, все, все награды, все регалии, мы для славы Его одним словом. Аллилуйя, спасибо Господи за все. Да, друзья, и сегодня Искупитель Иисус Христос, Пасха совершается. Уже два тысячелетия, новозаветная Пасха совершается. Сегодня, как тогда был Моисей в древности, и все, кто поверили Ему, как пророку, и пошли за Ним, они были спасены. Евреи, неевреи, разные люди. Пасха – это праздник, получается, в первую очередь, верующих. Верующих. Не важно, какого рода племени, а главное, что внутри тебя. Кто Духа Христова не имеет, тот и не Ему. И не важно, насколько он там религиозный, какой его народ, племя, каков его... Если человек верит Богу, доверяет Господу, идет за Иисусом Христом, то совершается великий исход. И вот в 96-м году один из моих стрессов таки был. Хороших стрессов. Прийти к пониманию того, что спасение – это дар Божий для всех. Вообще для всех. Для всех и каждого. Знаете, я же не раньше говорил так, что, знаешь, когда... Ну, давно, еще 91-й год, я служил священником в Рязани, там, значит, и... Моя супруга, матушка Матерьевич, значит, да, она, значит, как-то допустила такую, как, по-моему, так, крамольную мысль. В разговоре, так, в личной беседе, так, сидели, где-то, общались на кухне. Она сказала, может быть, Сереж, ну, все-таки, может, не только мы православно спасемся, может, и, ну, баптисты там, как-то, ну, кто-то еще спасется. Вот. Не может быть, чтобы как-то еще они православные были на небесах тут. Вот. Ну, может, не нужно спастись, но где-то там, хотя бы, вот, возле, где-то там, хотя бы, ну, в полумраке, так, знаете ли, в оттенках серого где-то, да, вот, то есть, не в самом эпицентре царства Божьем, а так где-то там, вот, ну, воду носить, там, дрова рубить, там, вот, значит, ну, я категорично даже, даже, я не помню всего, что я наговорил тогда, но до сих пор стыдно это там. Ну, я сказал, что, ну, как бы, вот, матушка моя, а я служил в Рязани, в Борисоглевском соборе, и уже получал, должен был получить на днях уже свое уже не просто коммунировочное удостоверение, а указ настоятелем быть храмом. Мы должны были поехать в село, там, значит, где я буду уже настоятелем, я уже готовился к этому, и думаю, ничего себе, а если так, матушка где-то там приходит, что-то скажет такое, так это ж, вообще, перехать не берешься, значит, народ-то соблазняется, скажем, жена священника сказала такую-такую вещь, вот, это что? Я говорю, ну, одним словом, я запретил такие разговорчики, вот, значит, и, в том числе, говорю, мать моих детей, там, будущих, там, и вообще, матушка, такие разговоры допускать. Вот, а она просто примерно привела, про одну женщину рассказала, баптистку, какую-то там тайную знакомую, которая, ну, знакомая знакомых, точнее, которая очень любила Иисуса Христа, и когда она там, ну, время еще советское было, понятно, там, 80-е годы, вот, она приходила куда-то, то все разговоры переводила как-то к Иисусу Христу, вот, и потом пела песни, вот, о Христе, и, притом, так пела, что как будто бы он там прям присутствует, этот Христос, вот, ну, она болела, потом умерла, неужели она в ад пошла на всю жизнь, как любила Иисуса Христа? В 91-м я очень смело послал ее в ад, вот, кстати, у баптиста, говорю, конечно, конечно, даже не сомневайся вообще, вот, если она не стала православной, значит, если она в баптистке умерла, то, конечно, померла, пошла в ад, прямиком, вот, значит, никакого шанса, вот, и у нас больше разговоров таких, как ты, ну, как ты не заходила, вот, значит, а в 96-м прошло немного времени, в 96-м уже году я служил до того в Брязанской области, а потом в Брянской области служил где-то, ну, чуть больше года на приходе, тоже был настоятельством храма там, сельского, простого сельского храма, и вот, и возьми, да и познакомься я тогда с одним пятидесятником даже, даже не баптистом, вот, это случайно всех злее вообще, это, это... Не, ну, у меня, у меня в свое время было по сектоведению, было пять, вот, вот, в свое время, еще в 87-88 годы, вот, и я прекрасно знал, что, значит, что, вот, нам говорили, кстати, у нас был даже Генри Форовик, когда Международно-Панорама вторик была, очень популярная программа такая по телевизору, вот, значит, и он у нас тоже вел там моральный образ советского священника, вот, так интересно, вот сейчас даже чудно, вы знаете, даже чудно, честно говоря, но интересно, он, 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 так уж как в телевизоре был, тоже, вот, он так садился, вот, так вот, и, значит, и давай там рассуждать, что вот так и так, что, вот, значит, мировой империализм, как бы, вот, нашу советскую родину хочет, вот, как бы, развалить, как бы, туда-сюда, вот, мы там, мы, говорит, самое интересное, он не священник, но он, говорит, мы православные, а мы, нет, православный не говорил, мы советские священники, священнослужители, так интересно, значит, я не переспрашивал, но, может, он тоже себя относил к священникам, я не знаю, вот, но мы советские священники, интересно, вот, значит, да, значит, и, ну, имел ввиду, как бы, нас, будущих священников, мы еще не были священниками, ну, хотя у нас там было пару там заочников, приходило тоже, вот, они уже были священнослужители, Вот, значит, и интересно, и он, значит, говорил, что в советскую родину надо же как-то развалить империалисты, и дальше он пошел. Примерно так выразился, я не помню дословно, но как-то у него сообразно такая манера была изложения. Вот, что в авангарде как бы вот этого процесса развала сектанты в авангарде, да, именно вот пятая колонна непосредственно в СССР, это непосредственно сектанты, потому что никакой политической оппозиции в СССР у нас нету, говорить с ними давно уже, с времен транскизма покончено. Вот, значит, а вот такая религиозная, вот она является как бы бельмом таким, знаете ли, в глазу Родины, значит, и он так объяснял хитро, что у меня такое было представление, что баптисты, писятники, что это как бы через одного. Либо больные люди, сумасшедшие какие-то, либо агента ЦРУ, Моссада, мирового пиралиста. Вот, значит, вот через одного. Вот, оно там говорилось, еще я помню, но не им, а тем, кто еще другим там еще, что баптисты, как бы, а в то время же это было одно, как бы, объединение у них там, вот, чтобы, но разница, говорит, доносилась такая, что баптисты, это как бы больные, сумасшедшие, но они тихие. Вот, вот, а есть буйные, которые, вот это писятники, вот, есть, ну, настоящих буйных мало, вот, вот, знаете ли, да, вот, но, в общем-то, вот, у меня такое было представление. Я, в общем-то, сдал на пять. С первого раза сдал, я сдавал сектоведение, но потом назвали, более так корректно, назвали сравнительное богословие, да. А так, в принципе, сектоведение, но у нас дразнили это, в Ленинграде особенно, я бывал, там у них в семинаре, это уже в гостях, там в Александровневской лавре, тогда, тоже в 88-й год, а у них называли это между собой, семинаристы, знаете, как, сектоедение. Ну, ладно, значит, и, там уж, чертов не наслужишься, ну, ладно, значит, и, так вот, и по этому сектоведению я сдал, значит, на пять. Я понял, это как марсистский Ленинградский голосочий сдавать. Вот, главное говорить. Ну, это не мешки-то сказать, думаю, значит, как бы, и надо говорить, говорить, не умолкать, главное. Вот, если раз запнулся, то минус балл или пол балла, там, вот, значит, два раза запнулся, уже, значит, уже балл или, там, или два балла, там, ну, в зависимости от милости, как бы, да, значит, учителей-то. Вот, и я, в общем-то, сдал как, даже особенно не вникал в обучение никого, там, думаю, оно мне не нужно, тысячу лет, как вот, английский язык сдавал тоже, было мне не нужно никогда, думаю, значит, вообще, вот, просто сдал и забыл, все, но другой не уже, не помнил уже, только фейсмоптейбл, помнил, и все. Вот, 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 были познания, а секта линии были такие же, я сдал и забыл, оно мне не надо. Ну, насчет тихих и буйных, это я запомнил, и что они развалили нашу советскую родину, это я помнил, вот, значит, это вот, что запомнилось с уроков. И, представляете, в 96-м я познакомился с пятидесятником, да, но он не был похож на буйных, вообще-то, такой приличный, значит, в костюмчике, как бы, так, ну, даже их не подумаешь, значит, вот, и он, вроде как, прикинулся православным поначалу, то есть, я, как бы, даже, ну, как бы, и не подозревал, что он пятидесятник, значит, я бы с ним не разговаривал, чуть-чуть иначе бы, и мы поговорили о том, о сем, и вопросы такие хорошие, умные, ну, это грамотный человек, думаю, ну, слава Богу, ну, как бы, знаете ли, приятно было. А потом, вдруг, он себя сдал нечаянно. Он там процитировал большой текст, там, из Писаний, туда-сюда, значит, он не сделал ссылочку, там, на текст, но, я же Писание-то раньше читал-то. Ой, ну, у меня аж все екнуло сразу, думаю, наши люди, думаю, Библию не читают, думаю, что-то здесь не то. У меня все, скокошилось все там внутри, думаю, ну, ладно, я ему говорю, Гриша говорю, а вы христианин? Он говорит, да, христианин. Вот, я конкретизировал, значит, Ленина Буржуазия, я на него там конкретизировал, православный? И он сдался, говорит, нет, говорит, христиан вероевангельский, Писиак. Ой, я там, это, конечно, испугался, но виду не подал так, наоборот, даже стал агрессивно нападать на него. Вот, один из уроков сектоведения, для меня был тоже такой, практически, это защита в нападении всегда. Всегда нападай, бей первым. И неважно, куда, что, главное, знаете ли, главное бить. И я, значит, сразу на него там, какие же вы христиане, христа на вас нету, там, матерью Божью не почитаете, святым не молитесь, мощей у вас нет, говорю, какой-то там Бенни с хином и все, как бы, ну, вот. Пусть Бенни простит меня, я думал, по-разному человеку, как бы. Но это все, что я услышал, там, где-то прочитал, где-то краешки муха, где-то там узнал и все. Вот это все я им, короче, рассказал, что от них думаю, вот. Он стоит, ну, вроде, да, как бы, да, извиняйте, ну, да, как бы, какие есть. Ну, я пожарил его неопытность, я подумал, наверное, он недавно в этой секте, ну, мало ли, всякое бывает, да, знаете ли, от сумы и от тюрьмы, как говорится, вот. А я септы. Вот, значит, ну, и я ему, значит, короче, пожалел его неопытность. Я же не знал, что он родился в этом вообще. Он вообще, а нам говорили, что первых полгода процесс обратил еще. Вот. Поэтому можно все вытащить. А я не знал, что он родился в этом вообще. Его родители, служители протестантские были, там, бахтистко-писятинические. Его деды-прадеды были с обоих сторон. Значит, тоже были, там, какие-то, тоже, там, значит, бахтисты и, там, прочее. Вот это, да. Но это потом уже все узналось. Да. И, ну, я, пожалев его, дал ему книжку почитать. У меня была с собой, там, моя, там, бандерная метеатура православная, значит, и я ему дал про Богородицу. О, как раз, думаю, это будет поздно. Думаю, если он примет Божьей Матерь, уже на половину он будет наш. Все. А дальше вопрос техники. Одним словом, я ему дал земная жизнь Пресвятой Богородице, там, с картинками, все, там, разжегано так, что там, ну, всем будет понятно. Тем более, грамотный человек поймет и разберется. Он поблагодарил, взял, я уже думаю, ну, классно, думаю, вот, еще подучить его, хороший был бы батюшка вообще. Ну, мало ли, биография такая у него есть, ну, запутался в сердце, ну, и представляете, а он вдруг из своих сектанских штанин достает свою брошюрку и мне протягивает. Батюшка, я вашу почитаю, а вы мою почитайте. Ну, короче, я там, от неожиданности, я же не ожидал такого хода, знаете ли, да, я же привык только сам ходить, а это, мне еще протянули что-то, ну, как бы, я даже запечатал с ним себе вот это. Я, значит, не, потом шаманил, конечно, я там и все, все как положено, да, значит, но взял, короче, эту книжечку, пообещал тоже прочесть ему, ну, как он же пообещал мою прочесть. Я думаю, ладно, через неделю встретимся, значит, обменяемся словом литературой, скажем, что мы об этом всем думаем, короче, прочее. И вот, читать я, конечно, не собирался его книжку, ни к чему нам, знаете ли, как я жене сказал, яйца курицу не учат, вот, без году неделя. Ну, чем протестант может похватить, с какой историей, ну, там, ну, 100, 200 или, ну, 500, там, максимально, там, как бы, ну, нам тоже, ну, 9000 лет, как бы, значит, ну, извиняйте. Значит, в простых лицевых категориях совершенно. Значит, ну, я, я вот, как бы, так вот относился. Вот, значит, и, и знаете ли, да, кстати, жене я сказал тогда, как помню, в тот же вечер уже сказал, что, а знаешь, кого я видел сегодня? Настоящего живого 50-ника, говорю. Пообщались, говорю, обменялись, вот, литературой подрывной, другую, далее, как бы, но, да. Короче, любопытство страшная вещь. Вот, мне было очень интересно, что же там у них написано-то. В моей-то я знал, что, а вот что же в его литературе там говорится. Тем более, название такое было подкупающее. Название было как раз, вот, прямо аж. «Время начать суду с Дома Божьего» называлась книга. Это Людмила Плетт, проповеди Элла Штегина, трилогия тогда была издана. Вот, и Григорий Тимных, кстати, он, этот брат сейчас присвитером в городе Сураж, Брянской области, очень хороший брат. Вот, я очень люблю его. И, знаете, вот, он дал мне самую тогда, мне нужную, как раз, именно вот, в десятку там было книгу. «Время начать суду с Дома Божьего». Это проповеди Элла Штегина, немецкого проповедника там в Южной Африке. Вот, и, знаете, меня цепляло все, само название такое же, хорошее, положительное, как раз из писания-то. Вот, и я однажды все-таки решился. Тем более, неделя заканчивается уже, думаю, а вдруг у меня спросят, там, краткое содержание такое. А я, не пельмец, вообще, значит, дура, что ж я, значит, там, опозорился-то. Он-то, по всей вероятности, прочитает мою книгу, он такой добросовестный видный человек, такой, значит, порядочный. А я думаю, так непорядочно поступил. Ну, ладно. Думаю, авось в новой елисе не наберусь. Я так думаю, ну, как читал обычно, там, рекомендуемую литературу, там, в семинаре даже. Первых пару страничек, оглавление, а дальше там уже, да, фантазируешь уже, как бы, даже. Ладно. Значит, и, ладно. И я, значит, думаю, я прочитаю также вот таким же макаром, хотя бы узнаю краткое содержание, значит. Ну, и будет еще, может, какая тема для сектоведения, там, еще где-то там, вставлю пару умных таких фраз. Ладно. Значит, и занес я эту книгу в свою особую комнату. У меня была такая особенная комната, где молился, вот. И в церковном доме она была такая особенная, на самом деле. Она вся была у меня в иконах, со всех сторон. Даже потолок там был в таком большом образе, там Иисус такой, кавказской наружности такой. Да, такой кавказчик такой, на меня смотрелся как сверху. Вот, значит, и... Вот, и... Там в мешочке у меня с разных... Земля, с разных могил, там, святых, разных людей. Вот, где я бывал, да и где не был, тоже там заказывал батюшу все время привезти какие-нибудь такие диковинки. Значит, там, в воздух от Серафима Саровского, там, значит, там... Короче, если бы апостол Павел побывал бы в моей комнате, Афина отдыхает. Он сказал бы, что батюшка, обходя и осматривая святыни твои... Да, да, да. Да. Он так бы не увидел жертвенника неведомым богом. Одним словом, значит, да, я думал, что у меня все хорошо, я как в танке. Броня крепка. Но, знаете, оказалось, все это вообще чушь. Ну, ладно. Я расскажу, как было. Знаете, был стресс, был шок просто, хороший шок. Вот я, представляете, открываю книгу эту, и так, с большим предубеждением, с таким превозношением, я вот прочитаю вот так вот буквально там страничку, две там, не больше. И, при том, очень критично, думаю, я вот готов цепляться был каждому слову вообще. Вот, понимаете ли? То есть я не готов был воспринять что-то там серьезное вообще, никому не к сердцу. И, представляете, чудо какое произошло? Вот с первой же страницы я читаю вдруг то, что было в моем сердце. О чем я разговаривал с женой. Я не мог с тем даже больше поговорить об этом вообще. Там много было священников вокруг. Но, в основном, все разговоры были только вот так вот, значит, вот. И как резвые сегменты, значит, как бы, и никакого разговора не клеится вообще. Вот. И, в основном, все были вот священники, вот, ну, одним словом, не поговоришь вот именно об этом. С женой как бы поговоришь. Но, опять-таки, знаете ли, такие вещи, они как крамола воспринимаются. Значит, и вдруг я читаю прямо вот с первых страниц, первая страница, вторая страница, вот то, о чем думал сам. Для меня был такой шок. Представляете, во вражеской литературе я в том числе встречаю друга. Да. Значит, и читаю дальше. И первая проповедь, вторая проповедь. Я понял сразу, что это, как бы, такие короткие, такие наставления. Проповеди, они систематизированы, как бы. И во главлении там как раз говорится, что, да, это Людмила Плетт, она просто лишь, как бы, вот эти проповеди прослушала, как бы, их вот там записала, перевела. Я думаю, вот это да. Читаю. Одним словом я прочитал, но тут дыхание все как-нибудь. Только лишь паузы были у меня, только лишь просто, я порой не мог просто дальше читать заполнение и просто начал плакать. Плакал, плакал, а потом опять начинал читать. Думаю, так это же вообще, ну, так это же, думаю, золотоводство наших дней, думаю, вообще. Вот, и потом, думаю, так вот, надо, что в семинаре давать-то. Вот, и, а потом думаю, стоп, не православный автор, но такие православные вещи пишет. А потом, думаю, а, кстати, даже жене сказал тогда, потом я, что, может, пока книгу переводили, пока там издавали, это же время, да, может, он же покаялся, может, он же православный где-то, ну. Кто его знает, я слышал, там, Маркин тоже всякие же есть тоже, и православная тоже. Ну, ладно, думаю, хорошо, жене дал почитать, она тоже там налибилась, тоже наплакалась, а потом, тоже на одном дыхании прочитала, а потом у нас разговор состоялся. Она мне говорит, напомнила разговор 91-го года. Женщины такие, интересно, они все помнят. Я как-то все забываю, как-то сказал, и все. Все помнят. Надо же, думаю, вот это да. Значит, и она мне напомнила о том разговоре, вот, как будто вчера он был, думаю, точно, был же разговор про Бахтисту, который, значит, Ева отпослал. Значит, и, значит, и она сказала, вот, ну, а вот, а сейчас, вот, после вот этой, ну, вот этих бесед, да, Эрла Штегина, вот, как думаешь, она, ну, может, она все-таки спаслась, может, она все-таки, ну, ой, и я уже в ад не мог отправить эту женщину. Вот, серьезно, я после вот Эрла Штегина, после вот этих рассказов об этих черных, там, на классе забану, там, они каялись, как, думаю, стоп, нет, здесь что-то не то. Но я сказал, я впервые мысли допустил тогда, что, ну, может, не то, чтобы в рай, но где-то там, ну, рядышком, где-то вот, возле. Если она была, как Эрла Штегин, то, значит, или вот эти черные, там, зубусы, покаявшиеся, ну, наверное, где-то там, ну, конечно, не в сам рай, вот, ну, там только лишь, мы православные едва спасаемся-то, они уж тем более куда-то протиснутся, вот, знаю себе. Вот, но будут спасены, наверное, наверное. И вот, когда мы с Григорием встретились снова, вот, то обменялись снова. Да, я ему принял его книгу, я даже спросил, кстати, тогда, прочитал ли он мою книгу. Мне показалось, что это настолько, ну, вообще, неправильно. Он мне дал о самом главном, о самом важном, а я ему о третьестепенном. Вообще-то было нехорошо. Вот, и, знаете ли, он мне сказал, кстати, после Эрла Штегина, я, кстати, думаю, что хотел бы ему очень пожать руку, но, не знаю, он еще жив, не жив еще, вот, еще несколько лет назад был живой еще, но он уже никуда не летал, там у себя в Южной Африке живу. Вот, но я даже братьям сказал, что, знаете ли, вот, кого хотели бы вы там на небесах поприветствовать, после Господа, конечно, вот, я говорю, я бы Эрла пожил руку. Спасибо ему огромное, что через его проповеди я вот вернулся назад в Библию, назад в Библию. Спасибо.